Любимая мышечная группа Джоэла это... Грудные? Большой поклонник классической формы, классик физик. Эй, как дела все? Это Алекс, спорт фаза. И сегодня я с Джоэлом в Metroflex Long Beach Island. Джоэл это австралийский бодибилдер, очень похожий на Арнольда, который является большим поклонником классических форм 70-х, как вы видите по его форме. Несколько дней назад я снимал видео с кемпа Golden Aesthetics, и там вы проявили много интереса к Джоэлу, поэтому я решил с ним связаться и снять отдельное видео лично о нем. Поэтому сегодня мы с ним тренируемся. Любимая мышечная группа Джоэла это... Грудь. Ну да, одна из моих любимых. Короче, сегодня у нас тренировка грудных, и в процессе тренировки мы поговорим с Джоэлом, узнаем, как он тренируется, как он питается, какая у него философия. В общем, узнаем, что стоит за этим человеком. Все, приступаем к тренировке. Ну, а там как пойдет. Посмотрим. Хочу узнать у Джоэла по поводу его подхода к тренировке грудных в целом. У тебя есть какие-то свои тонкости, какие-то свои особенности, которые ты применяешь, тренируя грудные? Все очень просто, и в то же время очень много деталей технических. Нужно обязательно использовать именно грудную при жимовом движении, потому что очень часто люди используют переднюю дельту очень сильно. Сокращение спины, то есть лопатки нужно плотно свести, ну и плечи, они должны подниматься выше грудных. Если это происходит, то тогда вы работаете дельтой. Плечи сзади, лопатки вставлены, и работаем грудными. Поэтому я большой вес не беру, и мне он не нужен для того, чтобы хорошо прорабатывать грудные. Так гораздо сложнее. То есть первое, что ты делаешь, это вставляешь спину, выпячиваешь грудь вперед, плечи назад, да, собираешь лопатки сзади. Еще можно нажать в смите, тогда спина еще лучше будет зафиксирована. Куда ты опускаешь гриф? К низу груди, к середине или к верхнему отделу? Где-то посередине приблизительно. Хотя иногда, когда я работаю на наклонной, я опускаю штангу к ключице. Так угол получается просто лучше. Ну а когда на горизонтальной, то где-то к середине. А как насчет хвата? Как ты берешься широко, узко? Я где-то нейтрально берусь, посередине, 90 градусов. Иногда чуть-чуть шире, но точно не уже. Главное, чтобы было комфортно на самом деле. А какие у тебя интервалы повторений? Ну, я обычно делаю где-то по 5 подходов, и в первых нескольких я делаю по 15-20 повторений, как разогрев своего рода. И потом рабочие, где-то от 10 до 15. Ну и как по олдскулу, ты больше предпочитаешь штангу, нежели гантели? В основном да, но и с гантелями тоже работаю. Главное, чтобы свободные веса были. Ясно. А как ты концентрируешься на работе грудных в жимовых движениях? Может, у тебя есть какие-то подсказки, чтобы меньше использовать плечи и больше активировать грудные? Раньше я вообще ненавидел делать жим штанги. Но где-то несколько лет назад я попытался сымитировать работу гантелей в штанге. То есть, когда мы жмем гантели, мы немного сводим руки навстречу друг другу. И точно так же, когда ты жмешь гриф, мысленно ты как бы сводишь руки друг к другу навстречу. И таким образом лучше прожимаются грудные. То есть, это ментальная, как бы нейромышечная связь. То есть, ты представляешь, что как бы сводишь руки вместе. Так грудные лучше прожимаются немного. Круто? О май гад! Нет необходимости выдумывать какую-то хрень, если ты правильно делаешь основу. Даже обычное отжимание на брусьях, если опускаться в самое дно, прям вниз до конца. И потом выжиматься грудными без раскачиваний, без инерции. И даже не нужен дополнительный вес. Веса тела вполне хватает. Вы и так убьетесь, если делать это правильно. Если концентрируетесь на рабочей мышечной группе. Да, забавно смотреть, как люди думают, что они делают одно и то же. Казалось бы, одно и то же упражнение. Но меняя хотя бы немного какие-то углы, упражнение меняется радикально абсолютно. Нагрузка меняется совершенно по-другому. Точно так же и с отжиманиями. Ноги вперед, вниз, насколько вы глубоко опускаетесь, куда корпус уходит. Когда ты вверху прожимаешься, я заметил, что ты на последнем сете после этого просто спрыгнул. Вот смотри, когда мы подтягиваемся, завершающая позиция у нас такая. И точно так же нужно делать и в отжиманиях. То есть, когда ты прожался вверху, потом вниз опустился, растянулся, поддержался. И только потом заканчиваешь. Продолжение следует... Расскажи о своих основных тренировочных принципах, которых ты придерживаешься. Если не привязываться к мышечной группе, то основное это хорошая полная амплитуда и максимальная прожимка. И во многом я ориентируюсь на ощущения. То есть, есть упражнения, которые я плохо чувствую, я их просто не делаю. То есть, я всегда стараюсь менять упражнения, вариации в упражнениях и делать их по-разному. Для меня главное, чтобы я чувствовал упражнения, чтобы чувствовал памп. Если я его не чувствую, то я не использую упражнения. То есть, нет пампа, нет упражнения. Да, потому что памп это как наполнение мышц гликогеном, да, поэтому это то, что нам нужно. Если памп ты не ощущаешь, значит, скорее всего, что-то не так. Можешь дать мне пример своего обычного тренировочного сплита? Окей, смотри, в понедельник я, допустим, с утра могу сделать ноги и грудные вечером. Во вторник будет спина утром и плечи вечером. Я всегда тренируюсь дважды в день. Всегда? Да, абсолютно. И на третий день тогда руки утром и вечером пресс с икроножными. Ну и дальше по кругу. То есть, каждый день у меня разные мышечные группы, а день отдыха я беру крайне редко. Только если мне он прям вот очень уже нужен. Я просто продолжаю тренироваться. Ну, тем не менее, как часто ты его берешь? Не часто. Даже не помню, когда последний раз был. То есть, не раз в неделю и не раз в две. Раз в месяц? Даже реже. Ты говоришь, что ты натурал. И я уверен, что ты по-любому слышал о мнении, что если не применять никаких вспомогательных препаратов, то на восстановление требуется больше времени. В большинстве своем принято считать, что если тренироваться натурально, то тренироваться можно только три раза в неделю. То есть, отдыхать нужно каждый второй день. А ты натурал и тренируешься каждый день. Даже два раза в день. Как это вообще возможно? Я думаю, что это то, что пришло со стажем. Когда я начинал, я тренировался раз в день. Грудные в понедельник, спина во вторник. И потом грудные были аж в следующий понедельник. В определенный момент я заметил, что на самом деле грудные восстанавливались гораздо раньше, чем понедельник. Поэтому я начал тренировать их раньше. Если я уже готов потренировать, почему бы этого не сделать? Соответственно, время отдыха сокращалось и тренировки учащались. Мне кажется, что со временем мышцы просто начинают восстанавливаться быстрее. Большинство ребят, которые спрашивают меня об этом, как правило, новички. И тренируются всего несколько лет. Либо тренируются, но тренируются непостоянно, недисциплинированно. Если в сплите нет постоянства, если отдых постоянно разный, конечно, при возвращении к той же мышечной группе будет испытываться крепатура. По сравнению с той группой, которую никто уже не трогал неделю. Но если тренироваться регулярно, то болевой барьер, он преодолевается и дальше становится проще. Вот сегодня у меня тоже была легкая крепатура с прошлой тренировки грудных. Но тем не менее, я это переборол и тренировка все равно была, и это лучше. Давай поговорим о добавках. Окей, нет фармы, расскажи нам хотя бы о спортивных добавках. И я их тоже не принимаю. Единственное, что я принимаю, это креатин. И то в те дни, когда я не доедаю красного мяса. Это единственный спортпит, который я пью. И сколько креатина ты употребляешь? Где-то от 5 до 10 грамм. И когда ты его пьешь? Обычно перед тренировкой. Красное мясо содержит креатин, поэтому креатин ты не пьешь, когда ешь стейки, правильно? Да, если мяса достаточно, то креатин я пить не буду. Сколько часов в день ты спишь? В идеале я стремлюсь к 7-8 часам. Но в жизни не всегда так получается, потому что у меня маленькая дочка. Сколько ей? 11 месяцев. Просыпается довольно часто по ночам. Но тем не менее, мне кажется, что остановлением недостаточно. Я сплю где-то 5-6 часов в день. И кому-то, может быть, этого мало, но мне вроде бы как хватает. Мне кажется, многое еще зависит от лайфстайла, то есть как человек живет. А это твоя основная работа. То есть ты другим больше ничем не занимаешься, правильно? Не так, что ты на завод там идешь после тренировок, или там с 9 до 6 в офисе сидишь. Тренировки – это все, что ты делаешь. В целом, да. Я работаю в зале, и это зал, в котором мне нравится тренироваться. И не так, что мне там нужно к нему ехать куда-то, я там и так весь день нахожусь. Плюс это всего несколько кварталов от моего дома. Поэтому я и могу себе позволить тренироваться дважды в день. Я знаю, что не все это могут сделать. А как ты поступаешь, когда ты просыпаешься, и, ну, не хочется тебе идти тренироваться? То есть энергетика низкая у тебя. Ты все равно идешь на тренировку, или да? Потому что у меня не раз уже было, что именно в такие дни тренировки получались лучшими. Я прихожу, делаю несколько разминочных, и потом как будто что-то переключается психологически. И тренировки часто могут быть лучше, чем обычные тренировки. Во многом это психологический барьер. Конечно, можно быть уставшим, но ты же недостаточно уставший, чтобы позвонить на работу и сказать, я сегодня не приду. Или настолько уставший, что не будешь заботиться о детях. Для меня это работа, поэтому с чего вдруг я буду пропускать тренировку? Как началась вся эта штука, что ты, ну, вот, фанатеешь от 70-х, копируешь их? Ты был таким с самого начала, как только начал тренироваться? Это то, с чего ты брал пример? Да, однозначно с самого начала. Я никогда не восхищался современным бодибилдингом. Я никогда не хотел выглядеть, как современные атлеты. Ну, и я осознавал, что это в принципе невозможно, в общем-то. Я не идеализировал, а мне нравились, скажем так, формы голливудских актеров. Таких, как Брэд Питт или Леонардо Ди Каприо. Мне нравился их образ в целом. Именно поэтому для меня так важен целостный образ, от головы до пяток. В детстве у меня были проблемы с восприятием своей внешности. Именно поэтому я и пошел тренироваться в зал, в общем-то. И потом я увидел фильм, точно не помню название, с Арнольдом, но, скорее всего, это хищник был. И мне понравился вот в целом его внешний вид. Настоящий альфа он был, понимаешь, о чем я? Образ от головы до пяток. Не только его форма меня восхищала, а его загар, я не знаю, прическа. Все. И вот так вот я хотел это имитировать. То есть через Арнольда я пришел к бодибилдингу. Давай более детально поговорим по поводу вот этой штуки с головы до ног. Значит, не только тело ты имитируешь. Что еще? Все. На самом деле, отчасти именно поэтому я не хочу принимать стероиды. Потому что для меня, я боюсь потерять волосы. Для меня волосы важны. Я боюсь проблем с кожей. Я не хочу проблем, чтобы акне появилось или еще там что-то. В общем, любые побочные эффекты, я этого страшно боюсь. Поэтому не хочу даже пробовать и рисковать. Я не знаю, борода. То есть в целом абсолютно полностью внешний вид. Вот все, как выглядит человек, это как заявление. Нравится это человеку или нет, но на самом деле так и есть. Так происходит. И вот так я хочу. Это мой образ. А ты можешь вот конкретно объяснить, вот что ты вкладываешь в понятие этого образа? Мне еще и 80-е на самом деле нравятся. 80-е, люди с Уолл-стрит. Что касается прически, то это оттуда. Поэтому прическа Уолл-стрит 80-х, плюс бодибилдинг 70-х. Что еще? Очки. Тебе вообще нужны очки на самом деле? Да, очки мне нужны. Зрение плохое. Ну, а праву я выбирал осознанно. Что еще? Ты говорил, что у тебя очень бледная кожа. Своя от природы. Да, очень бледная. Я провожу много времени под солнцем, загораю. Сколько времени? Ну, если есть возможность, то каждый день по несколько часов. Что у нас получается от 70-х? Прическа, очки, загар, темная кожа, одежда. Одежда? Да, я одежду покупаю только... Где ты вообще ее берешь? Да, нужно заморочиться, нужно поискать. Мне очень нравится ретро-одежда. Сейчас люди просто повернуты на брендах. Например, если ты покупаешь футболку от Nike, то будь готов к тому, что еще 20 тысяч человек будут в такой же футболке. А это мне не подходит, если моя цель выделяться. В то время как в одежде 70-х, 80-х никто не ходит. Она мне просто нравится. И насколько я знаю, ты фотографируешься только на пленку. Да. Я фотографируюсь только на пленочные фотоаппараты. Никогда на телефон. Я думаю, что у меня нет селфи. Ни одной селфи, по-моему, за жизнь не сделал. Что-то в этом есть в пленочном снимке. Потому что если я стремлюсь к имитации образа 70-х, даже если я буду полностью с ног до головы в своем образе, и я сделаю селфи, то это навредит этому образу. Потому что технологически, в принципе, это невозможно. Такой внешний вид и телефоны с селфи-камерами. Моя цель создать иллюзию, чтобы люди подумали, что фотография реально была сделана в 70-е, что я в те годы жил. Если человек так думает, то моя миссия выполнена. Давай теперь поговорим о питании. Мы еще не затронули эту тему. Когда я впервые с тобой разговаривал несколько дней назад, ты сказал мне, что ты ешь очень много цельных яиц. То есть по 18-20 в день. С желтками совсем, на холестерин тебе на все наплевать. Да. Что еще? Может, ну, например, шкурка с курицей. Многие ее выбрасывают, избавляются от жира куриного. Я ем все подряд. Я стараюсь... Мой основной принцип в питании, это есть натуральную пищу. Например, если речь о курицах, коровах или каких-то других животных, если их выращивают в каком-то серийном производстве, принудительно кормят или пичкают какими-то добавками, конечно, ничего хорошего в таком мясе нет. Поэтому я покупаю фермерское мясо. Тоже касается и рыбы, дикую только рыбу, а не ту, что выращивают для нас. Я слышал, что лосось, который выращивается, в нем практически нет омеги. Либо ее там очень мало. Цифра звучала около 30%. Мне кажется, что это вполне вероятно. Все зависит от того, чем он питался и где он обитал. По вкусу вроде бы такой же, а по факту в реальности мало омеги, мало минералов. Да, микронутриентов. Сейчас никто об этом не парится. Все повернуты просто на макронутриентах. Сколько калорий, сколько белка, жиров, углеводов. Людям не важно происхождение этого всего. Все, о чем они думают, это количество белка, жиров, углеводов. А откуда это все, всем наплевать. А мне кажется, что это имеет огромное значение для бодибилдинга. Особенно если речь о естественном уровне тестостерона. Я искренне верю, что атлеты 50-х, 60-х, 70-х имели гораздо более высокие уровни тестостерона, свои. Ну, то, что гормоны применяются на птицефермах, это всем известный факт. Только фермерские продукты. А как ты относишься к хейтерам, если они у тебя есть, конечно? Я имею в виду тех, кто отказывается верить тебе, что ты натуральный атлет. Да, несколько таких есть. Я думал, на самом деле, что будет больше к этому моменту. Но несколько человек мне в директ написали с вопросом, почему я вру, что натурал. Поверь мне, у тебя этих хейтеров будет море. Особенно у меня на канале. Потому что в России вообще русскоязычная аудитория ненавидит натуралов. Ненавидит всех, кто говорит, что натурал. Мне кажется, во многом виноваты ожидания людей, которые продвигаются индустрией бодибилдинга. Вот даже у меня в зале, где я тренируюсь, ко мне подходит паренек, который весит там, ну, килограмм 80. И подходит и начинает мне рассказывать, что он ставит, что он принимает. Потому что все у меня открытые. Все в Австралии, все такие. И спрашивает меня, а что ставлю я? И когда я говорю, что я ничего не принимаю, он, конечно же, мне не верит. Потому что это очень доступно. И все подряд сразу же начинают уже использовать фармакологию с самого начала. И людям очень сложно в это поверить. Потому что в своих залах они видят дрыщей 80-килограммовых, уже всех в прыщах, которые признаются. И потом они видят меня. И, конечно, им тяжело поверить в то, что я могу быть натуралом. И что это просто опыт, стаж или генетика, или еще что-то. Ты сказал, что ты выступал на натуральных турнирах? Да, выступал на натуральных нескольких турнирах. И я даже выступал на Арнольд Классик в Австралии. Интересно. И что, по любителям же ты выступал, да? Да, по любителям. Но если бы я победил, Классик Физик? Да, Классик Физик. Если бы я победил, то я бы занял, получил бы про-карту. Но я не победил. А какое место ты занял в Ростовке своей? Никакого. Я думаю, что судьи на меня даже не смотрели. Серьезно? И опять же, это подтверждает... Как только я сошел со сцены... Слушай, обидно, наверное. Ну, могло бы быть обидно, но не мне. Я знаю, что основываясь на том, как меня приняли люди, когда я сошел со сцены, этого было достаточно для меня. Потому что парень, который победил... Я не помню его имени. И я не знаю, кто это. И я никогда о нем больше не слышал с тех пор. Не то, чтобы я дискредитировал его или как-то умолял его достижения, но я говорю так, как есть. И в реальности картина была такая. Окей. Ну что, я так понимаю, что за современным бодибилдингом ты не следишь, поэтому и не знаешь, у тебя нет фаворитов на Олимпию, которая вот совсем скоро уже будет. Слежу, но очень поверхностно. Кто-то нравится? Только Брэндон Карри. Спасибо тебе. Ребята, это Джоэл, австралийский бодибилдер, который выделяется, который необычный. Я уверен, что многим из вас он будет интересен, поэтому я оставляю ссылку на его инстаграм в описании под этим видео. Так что подписывайтесь на него. Пока это все. Алексей Спортфаза. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok